дорогие друзья приветствую вас на моем канале с вами трасс березовец у нас 4 мая 2023 года и сегодня мы поговорим с вами о том как мир реагирует на диверсии которые случились накануне в кремле когда два беспилотника неизвестных неопознанных ударили по московскому кремлю кстати до сегодняшнего дня что интересно кремль так и не разродился информацией что уже само подозрительно относительно типа и марки этих беспилотников ну по идее было бы логично если они обвиняли украинскую сторону обновлять эту информацию это несложно установить по обломкам этих самых бпл которые хотя разорвались но безусловно отдельные элементы их остались вот этой информации нет до сегодняшнего дня президент зеленский совершает европейское турне из финляндии где он был накануне он переехал в нидерланды где ему представили новейшие образцы западных вооружений которые ближайшее время отправятся в украину также зеленский прокомментировал угрозы бывшего президента россии дмитрия медведева убить его соответствующими обвинениями он медведев выступил уже вчера дмитрий рогозин российский политик очень смешной судьбы которого недавно который недавно попал под обстрел и ему обломки ракет как считается хамарса прилетели в мягкую часть его тыльную вот наконец пришел в себя и заявил о том что по украинским наступающим войскам необходимо ударить тактическим ядерным оружием бывший зам министра обороны рф который отвечал за материально-техническое обеспечение был уволен перешел на работу в чвк вагнера это михаил мизинцев так зовут этого его еще называют мясником мариуполя новые взрывы сегодня программели в оккупированном крыму снова было громко в оккупированном севастополе а российские военные суда неожиданно появились в северном море и согласно оценок норвежских сил обороны в ближайшие месяцы их станет еще больше представитель украины подрался с представителем россии парламентской ассамблеи черноморской черноморской ассамблеи которая проходила в турции произошло это за того когда российский депутат отобрал украинский флаг украинский соответственно у него этот флаг забрал так обо всем для поговорим далее так произошедшая накануне диверсия в московском кремле когда взорвались два дрона продолжают оставаться в центре внимания мировых сми и прокомментировали многие мировые политики в частности госсекретарь сша энтони блинкин комментирует ситуацию заявил что по имеющейся информации невозможно установить кто имеет отношение к этой атаке сша не располагается соответствующей информацией однако сегодня институт изучения войны выдвинул ту же версию которая озвучил накануне которая кстати понравилась понятно не всем но люди хотят верить в свои версии свои фантазии я накануне привел аргументацию почему за это атака скорее всего стоит кремль и его спецслужбы и вот эту же информацию эту же версию я не пишу это факт на эта версия и сегодня поддержали аналитики института изучения войны они объясняют собственно почему эта версия вот хотя есть еще и третья версия которым очень подробно не разберем это диверсия могла быть следствием действий неких внутренних сил в российской федерации я не партизанах данном случае не тех кто борется с режимом путина а представители окружения самого путина которые таким образом возможно хотели вызвать его на какую-то реакцию или вызвать наоборот у него паническую реакцию фобии то есть иными словами эти люди которые борются за власть кремля она выглядит пока наименее вероятный да наиболее фантастичной и правда но ее также сбрасываться что безусловно нельзя две другие что за этим стоит россия либо стоит украина они имеют большее количество сторонников но опять же в силу определенных обстоятельств которые я подробно разбирал накануне откуда прилетел этот дрон прилетел он с востока то что на куполе этого самого сенатского дворца неожиданно оказались два человека которая то ли до находились антидроновыми ружьями либо они готовились уже затушить то есть вообще не чтобы то они знали о том что то что то должно обязательно прилететь как они могли знать то есть кроме того как эти дроны прошли через плотную систему пво которая находится в российской столице и тем более над кривом одним словом все это больше указывает именно на внутренний российский след что затем стояли российские спецслужбы ну и собственно говоря как я и говорил была попытка нанесения ударов возмездия правда несколько вяло приблизительно где-то в 2 2 30 ночи по киевскому времени были нанесены удары по ряду городов по киеву в том числе и прилетела бахкала что-то как говорят бахнул что-то очень серьезно но опять же информацию что была баллистическая ракета не подтвердилась на данный момент имеют подтверждение что летели бпл а и вот сегодня еще в светлое время суток был атакован киев ближе к вечеру где-то в районе там около восьми вечера был атакован киев и беспилотник был сбит непосредственно в районе майдана незалежности то есть самом центре киева обломки упали также обломки упали в соломинском районе украинской столицы что являлось целью этих бпл а пока не ясно но они были сбиты успешно ни один бпл а своей цели не достиг возникло возгорание в торговом центре в частности и все обошлось слава богу без жертв российская сторона очевидно меняет тактику использования этих бпл а в украинском оперативном командовании сил противо вздушной обороны заявили что скорее всего в светлое время суток этот бпл а был или мог был запущен для того чтобы вскрыть где находятся украинские силы пво хотя сложно как это поможет поскольку речь идет о мобильных экипажах которые передвигаются и уничтожают бпл а с определенных точек то есть никогда не знаешь чтобы было не летят по одной траектории они могут лететь по вдоль русла днепра могут заходить с севера могут с юга заходить одним словом перемещение этих самых мобильных экипажей привязана к маршрутам этих самых дронов в света время суток в ночное то есть каким образом эта информация им поможет где располагаются силы пво поскольку это мобильные экипажи не передвигаются действует согласно маршрутов захода этих самых бпл а на киев или другие украинские города но тем не менее все было успешно сбито слава богу сегодня превратилось большое шоу киевляне выходили на улицы выходили из ресторанов баров и наблюдали за успешной работой украинской системы по в течение нескольких минут радовались тем более что результат был сегодня работы стопроцентный и на фоне того что дроны на кому не ударили в кремль естественно эта ситуация наиболее болезненно бьет по реноме кремлевского диктатора даже если он хотел сделать из этого операцию под фальшивым флагом с эта история будет бить очень сильно тем более что крики разочарованных так называемых патриотов типа там гелькина стрелкова значит губарь и тому подобное кредит как же так произошло почему значит по нам ударили впервые со времен второй мировой войны укропы значит достигли нам ударили в самое сердце нашей родной столицы в общем эти крики раздавались и они будут естественно еще дальше топить и работать против владимира пушкина кстати он особо на эту ситуацию не реагировал имеется ввиду сам публично единство что он пообщался с мадуро президентом венесуэлы в которой естественно этот верный сюзерен вассал точнее верно верный вассал москвы сегодня выразил конечно озабоченности с этими как он сказал украинскими атаками но не продолжает нагнетать этот фейк понятно в принципе но больше никто путину с выражениями озабоченности поддержки соблезнования позвонил не не премьер-министр армении не президент казахстана не си из китая не позвонил ночью одним словом все позабыли позабросили путина ему должно быть сегодня как минимум горько неприятно что в этой ситуации то ли не поверили о том что это украинские бпла совершили эту дерзку так вот то ли просто не посочувствовали а может душе даже и порадовались наоборот что все это случилось сам президент зеленский кстати которому угрожал дмитрий медведев смертью сегодня прокомментировал время пресс-конференции кстати прошла на всему личном месте гага гага где зеленский кстати договорился с премьером нидерландов что там состоится международный трибунал над российскими военными преступниками вот сегодня зеленский специально приехал гагу такой очень четенький акцентированный сигнал путину я уверен что в москве его услышат и он прозвучит как набат так вот из гаги зеленский сегодня обратился к путину и к медведеву отвечая на вопрос боится ли он реагирует на угрозы медведева который накануне призвал устранить физически зеленского и все ее окружение он заявил что это не интересная тема мы не будем общаться с такими людьми ни о чем им надо подумать как изменить климат в собственной стране свой режим после этого они смогут свое общество подготовить любым дипломатическим возможностям завершения этой войны мы не видим сильной армии на поле боя он имеет эту российскую сильно общество которое бы поддерживало их движение вперед мы видим различные радикальные группки которые размахивают там чем-то ядерным но чем-то ядерным кстати призвал сегодня бахнуть жахнуть по украине дмитрий рогозин который отошел видимо оклемался от наркоза после попадания в его ягодицы осколков украинского хаймарса то ли действие наркоза прошло то ли наоборот ему что-то вкололи сильно действующее одним словом возбудился и предложил ударить по украинской группировке чем-нибудь ядерным тактическим неважно ну в общем то очередные бредни десвинина рогозина которая вызывает истерический смех даже на его исторической родине еще один российский военный преступник которого называют мясником мариуполя бывший замминистра обороны который отвечал за материально-техническое обеспечение михил мизинцев получил должность замкомандира чвк вагнера он занимается дополнительной подготовкой как сообщается подразделений российских наемников которые направляются далее в украину он руководил осадой мариуполя дал приказ бомбить роддом драм-театр где прятались местные жители свыше тысячи мирных жителей за ним закопилось прозвище мясник мариуполя пригожин когда мизинцев увольны искал что он возьмет его на работу видимо они плотно плодотворно сотрудничали что-то он там отлистывал ему вот тут ему подкидывал со складов минобороны наверное там в черную списывал боеприпасы одним словом такой ценный кадр пропасть не мог они его забрали себе в человека вагнера тем временем сегодня новые взрывы прогремели на крымской нашей земле временно оккупированный об этом заявил гауляйтер севастополя разважаев он зову что около 7 часов вечера по местному времени в центре севастополя были слышны два удаленных взрыва взрывы были в районе военного аэропорта бельбек также ночью в результате попадания бпл а вспыхнул пожар на ильском нефтеперерабатывающим заводе в краснодарском крае завод этот производит нефтепродукты и находится он недалеко там достаточно недалеко от побережья крыма таким образом можем констатировать что идет планомерное уничтожение нефтеперерабатывающих заводов нефтехранилищ на территории рф непосредственной близости от театра военных действий уничтожаются любые возможности подвоза нефтепродуктов для российских оккупантов перед наступлением засу ну тут как бы можно только констатировать и поаплодировать что стратегии которую избрала кто-то избрал украина на себя ответственность не берет кто-то избрал мы не знаем уж партизаны кто это мог сделать она дает результаты работают все бпл а попадают цель какие-то сбивают но все равно какие-то достигают целей таким образом планомерное уничтожение всех нефтеперерабатывающих заводов либо нефтебаз которые происходят по периметру она будет продолжаться и когда будут уничтожены все ключевые нефтехранилища помним сего стопоры нефтебаза была уничтожена сгорела тогда создадутся появятся возможности для украинского наступления тем временем норвежские силы обороны зафиксировали активность чрезмерную аномальную российских судов в северном море также прогнозируют увеличение активности в течение двух месяцев российские военные суда осуществляют военную деятельность северном море эта деятельность является больше чем в предыдущие годы отмечается в комментарии норвежских сил обороны май и июнь напряженный период учения наших и союзных сил обороны завели в норвегии мы находимся в периоде когда ожидается значительная деятельность союзников и россии на море неподалеку от нас напомню что ранее в мс швеции финляндии были переведены в состояние повышенной боевой готовности из-за чрезмерной активности российского флота также утверждал что российский флот мог готовить атаки на энергетические системы двух скандинавских стран как мы видим россия активизировал судебность именно на этом направлении не случайно поскольку финляндия вступила в нато швеция готовится пока не вступила из-за несогласования пока с разногласий с венгрией и турцией но вступит туда безусловно президент сегодня заявил о том что украина понимает что пока идет война в нато нас не примут но мы хотим услышать четкий сигнал ну и есть шансы что этот сигнал украина уже летом на саммите нато таки услышать тем временем пропагандисты истерят по поводу украинских действий перемещений военных подразделений наших бригад возле так называемой приднестровской молдовской республики самоправозглашенной этого сепаратистского как его назвать так сказать не природного до воспаления на теле молдовы и вот и они давно уже за этом что украины готовят операцию по захвату приднестровья но украина не отрицает то что наши подразделения наши бригады там находится но исключительно для выполнения задач связанных с обеспечением безопасности в этом регионе если будет соответствующее обращение либо договоренности с правительством молдовы относительно проведения операции на территории самоправозглашутного приднестровья так тому и быть кстати было бы неплохо если бы эта операция пошла одновременно с украинским наступлением такой себе двойной ван дамовский удар от валерия заложного посмотрим друзья как бы развиваться события обязательно подписывайтесь на канал лайкайте шерти комментируйте это видео чтобы как можно больше зрителей увидела его на ютубе больше противной аналитики на моем телеграм-канале линка который найдете под этим видео с вами был капитан украинской армии дарас березовец видите себя до новых встреч пока пока